Добрый день уважаемые трейдеры, вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов Demo MACD Zones. Данная стратегия является новым визуальным отображением стандартного технического индикатора MACD, а также включает в себя дополнительные сигналы и свечи в виде Haken Ashi. И несмотря на свою визуальную составляющую, данная стратегия имеет очень простые правила, но при этом обладает довольно точными сигналами при торговле по тренду. Из трех индикаторов, входящих в состав данной стратегии, нас будут интересовать только два индикатора. И это сигнальный индикатор Large и сам MACD. И при желании в каждом из них можно будет поменять настройки, но на начальном этапе лучше оставить все так, как в шаблоне. Суть данной стратегии для бинарных опционов сводится к торговле по тренду. Несмотря на то, что в сети данной стратегии распространена информация о том, что торговать по ней стоит по сигналам и зонам, но нигде не упоминается, что самые точные сделки можно совершать при торговле по тренду и не имеет значения, какой используется таймбрейм для бинарных опционов. Поэтому, чтобы торговля по данной стратегии приносила наилучшие результаты, стоит изучить, как работает тренд на рынках, так как эта информация является фундаментальной в любом виде трейдинга. А понимание того, что такое flat позволит не совершать сделки в моменты бокового движения рынка, так как это будет приносить чаще всего только убыток. И возвращаясь к правилам торговли по стратегии, первое, на что стоит обращать внимание, это фон графика. И такой фон формируется благодаря показаниям индикатора MACD, которые вместо гистограммы реализованы четырьмя различными цветами. И в данном случае зеленый цвет говорит о росте цены, темно-зеленый цвет говорит о нейтральном состоянии, но при этом все равно наблюдается рост, красный цвет говорит о падении цены и темно-красный цвет говорит о нейтральном состоянии, но при этом все равно наблюдается падение. А если упростить данное объяснение, то следить стоит либо за зеленым, либо за красным цветом, вне зависимости от оттенков. Но при этом обязательно должны наблюдаться другие сигналы от стратегии. Единственный минус данного индикатора заключается в том, что трейдеры, которые любят торговать по дивергенциям, не смогут этого делать, так как показания гистограммы не видны. Вторым важным индикатором в стратегии является сигнальный индикатор, который генерирует довольно много сигналов, но при правильном их использовании может легко приносить прибыль. И поэтому сделки должны совершаться только в тот момент, когда синяя стрелочка появляется на зеленом фоне, а красная стрелочка появляется на красном фоне. И также стоит обращать внимание на присутствующие в стратегии свечи Хейкен Аши, которые также разделяются на два разных цвета. И теперь, собрав всю информацию вместе, можно сказать, что опцион колл покупается в тот момент, когда есть восходящий тренд, также фон графика должен быть зеленым, после чего появляется синяя стрелочка и свечи также должны быть синими. А опцион Пуд покупается тогда, когда наблюдается нисходящий тренд, также фон должен быть красным, появляется красная стрелочка и свечи должны быть тоже красными. Вне зависимости от таймфрейма экспирация должна составлять 5 свечей от текущего графика. А теперь давайте попробуем найти на графике несколько потенциальных сделок, которые могли бы принести прибыль. И в данном случае можно видеть, что тренд уже поменялся, так как экстремумы были обновлены. После чего на откате появился сигнал на покупку опциона колл. И в данном случае у нас есть как и синяя стрелочка, так и зеленый фон и синие свечи. А значит можно покупать опцион с экспирацией в 5 свечей. И также можно было использовать еще один сигнал на покупку опциона колл, который соответствовал всем правилам. А вот данные сигналы на покупку опционов пуд должны игнорироваться, так как идут против тренда. В данном случае можно видеть хороший пример опциона пуд, так как после нисходящего тренда появился сигнал, где у нас есть и красные свечи, и красный фон, и красная стрелочка. И как и в прошлом случае сигналы на покупку опционов колл должны игнорироваться, так как идут против тренда. И в заключении хочется сказать, что перед использованием данной стратегии на реальном счету ее обязательно стоит протестировать на демо, чтобы понять принцип ее работы в реальном времени. И также не стоит забывать про правила мани менеджмента и риск менеджмента. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал и нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!